Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Реставрационно-Хранительском Центре Государственного Эрмитажа в Старой Деревне. И сегодня мы посетим с вами научную лабораторию реставрации ткани, где работают настоящие волшебницы. И нам расскажет об этой лаборатории ее начальница Марина Владимировна Денисова. Добрый день! Пожалуйста, вам слово. Расскажите о том, чем вы занимаетесь, что это за лаборатория, какие здесь предметы реставрируют и как. Ну, я хочу сказать, что мы занимаемся самыми интересными объектами музея в нашем хранении, как мне кажется. Женщины. Надо сказать, что основал нас мужчина, как лабораторию, как мастерскую реставрации знамен, исторических знамен. Но сейчас мы занимаемся всеми предметами. Это и знамена, и археологические ткани, и предметы костюма, и, конечно же, шпалеры и ковры. И вот это помещение очень красивое, большое, наверное, самое лучшее в нашем комплексе в этом. Действительно, вы можете признать, целый зал, это не мастерская, а это вот именно большой зал для реставрации крупных объектов. Шпалеры и ковры, конечно, самые крупные предметы в нашей коллекции. Сейчас, правда, здесь вы увидите только небольшие фрагменты. Это маленькие фрагменты бордюров очень больших шпалер. Но они очень красивые, они сделаны из шелка, шерсти и золотых нитей, золотых и серебряных, в очень большом количестве, в красивом сочетании. Середина XVI века, то есть это и древность, и совершенно прекрасное произведение искусства. В общем, крепит, охватывает, глядя на них. Я думаю, не только нас, непосредственно касающихся, но и вообще всех окружающих, кто видит их, вот сами посмотрите. Да, я знаю, что в Зимнем дворце у вас тоже есть лаборатория. Да, конечно, наша лаборатория, наша история уже нас считывает больше 80 лет. Существуем мы в Зимнем дворце, на комендантском подъезде, в бывших караунных помещениях. Там высокие своды, поэтому тоже мы можем там достаточно большие объекты реставрировать, но не такие большие, как здесь, не такие возможности. Ну вот и большие объекты, они требуют какого-то специального оборудования, да? Да, безусловно. Давайте посмотрим. Да, здесь есть прекрасные столы, которые сделали для нас, разработали, сделали наши коллеги-реставраторы мебели. Мы об этом уже говорили, может быть, неоднократно, но не устаем говорить. Они функциональны и очень удобны для нашей работы. Они задуманы по вот, видите, здесь есть съемные такие панели, ячейки, которые мы можем самые разные... ...чтобы объект был доступен как сверху, так и снизу, да? То есть при нашей работе нам надо иметь возможность, тем более с крупным объектом, достигнуть его, достать в любом сочетании. Есть большие столы, есть поменьше, есть специальные станки для работы со шпалерами. Это как раз вот станок для работы со шпалерами. Здесь есть вращающиеся валы, они подготовлены для того, чтобы уже шпалеру сюда накручивать. Но для того, чтобы с ней приступить к работе, которая потребует очень много времени, как правило, вот такой большой объект требует и не пары рук, а нескольких пар. То есть тут три человека могут работать полноценно и долгое время. То есть несколько лет уйдет на реставрацию одной шпалеры. А для того, чтобы ее помыть, у нас скоро будет возможность, которую мы давно ждали, давно планировали. Значит, это оборудование для водной очистки вот этих самых ковров и шпалер, которая будет автоматизирована, которая облегчит бесконечно труд реставратора, при этом позволит досконально каждый миллиметр поверхности полноценно очистить. То есть мы долго над этим думали, работали, привлекали самых разных специалистов. И, наконец, наша мечта уже почти осуществилась. То есть оборудование уже есть, но единственное, что вот запустится весь комплекс. Хорошо, у нас, может быть, появится возможность еще и туда попасть, да, впоследствии показать? Да, я думаю, что это будет очень интересно. Здорово. И мы, в общем, с нетерпением ждем, когда это случится. Но после очистки предметы будут перенесены сюда уже. И здесь вот этот зал для работы с чистыми объектами. И вот здесь как раз будет долгая-долгая работа, которая тоже, на самом деле, ну, иногда модификация. Да, я представляю. Вы понимаете, надо иметь терпение. Прежде всего надо любить эту работу, любить эти ткани, любить ниточки, получать удовольствие от того, что, ну, как бы ты делаешь. Да. Иначе, в общем, хорошей работы не получится. Ну, вот, допустим, мы подошли уже к небольшим фрагментам больших шпалер. Ну, вот, как пример показываю, да, вот шпалеры – это не наше хранение, это Австрия. Ну, видите, нижняя часть бордюра, вот с медальоном, вот примерно такой же медальон здесь. Это не одно и то же, это просто аналог, да, чтобы, да, было представление. Это, этот фрагмент шпалеры находится у нас, сейчас я могу немножечко так повернуть, да. Он был использован вторично как для обивки мебели, то есть это была спинка дивана. Соответственно, на предметах этих, которые использовались в качестве, в интерьере, появились специфические пятна, не всегда легко выводимые. Вот они и есть. Но, тем не менее, здесь уже шпалера прошла очистку, очистку водным способом, небольшой ванне, которая у нас есть. И мы уже можем любоваться красотой, тонкостью, изяществом рисунка. Видите эти переходы, и вы видите большие, вот видите, есть повреждения краев, есть повреждения в центре, которые сейчас, ну, как бы страховочными стежками зафиксированы. И идет постепенная работа по укреплению, в данном случае вот укрепляется край. Вы можете сравнить, вот уже укреплен край, а вот здесь еще это все предстоит сделать. Ну, работа длительная, иногда мы в своей работе вынуждены переключаться, да, чтобы глаз не уставал, и, ну, надо вот, делаешь какую-то операцию, потом отложил, перешел к другому объекту. И параллельно можно несколько, ну, разные операции, разные процессы. Как правило, у реставратора, у любого, находятся несколько каких-то объектов. И сколько же может занимать по времени вот укрепление такого края? Даже не верится, что вот так на первый взгляд, и не скажешь, что это уже отреставрированный. Это наша задача, значит, задача решена... Потрясающе. Должным образом, потому что мы не должны, как бы, показывать, что мы сделали, какие мы молодцы. То есть человек должен видеть, какой он красивый, какой он замечательный, и не видеть вот этих следов реставрации. Они должны быть органичные, они должны быть деликатные, ну, и выполнять свою функцию укрепления прежде всего. Ну, могу показать еще один объект в начале реставрации. Пойдемте сюда, у нас будем перемещаться, наверное, это будет правильнее. Ну, из наиболее разрушенной, да, то есть вот у нас есть такой красивый элемент. Вот здесь перед вами картинка, это аналог, это один из подобных фрагментов. То есть ваша задача еще найти аналог? Да, ну, в этом нам помогают, конечно, и мы сами работаем, помогают хранители. Вот у нас Татьяна Николаевна Лиховича, хранитель шпалера, она связалась с коллегами из Польши, нашла хранящиеся у них предметы. Это точная, видите, парная картинка. Видите, здесь это было, можно по характерным особенностям, можно сказать, что это было сидение кресла. Поэтому появились пятна на сидении. Пятна эти привели к тому, что часть утрачена, часть объекта утрачена, да, то есть получилась очень большая дыра, вот ниточки все распадаются, вот они разъедены. Но у нас есть аналог. И благодаря этому вы можете прямо воссоздать полностью. Мы можем не то, чтобы воссоздать, мы можем замаскировать утрату таким образом, чтобы она не бросалась в глаза, чтобы целиком и воспринимался объект. То есть вот зияющую дыру оставлять никогда нехорошо, да, то есть ее нужно замаскировать, может быть, цветом, может быть, одним тоном. В данном случае мы все ниточки, вот все самые маленькие ниточки, которые вы здесь увидите, да, они все расправляются, укладываются по рисуночку. Плюс дополнительно, используя реставрационную нить, мы уже вот делаем настил определенный, реставрационную шуму, мы укрепляем. То есть вот у нас как бы будет... То есть полностью так, как оно было, не будет. Задача реставратора сохранить, но не сделать заново. Конечно, мы можем сделать копию. Это отдельно в свободное от работы время, пожалуйста, получить удовольствие и попробовать дать себя. Но это можно сделать. Безусловно, многие этим занимаются, потому что это, может быть, не точную копию, но что-то такое. Ну, это интересно, как минимум, да. Как минимум. Но первостепенная задача не принести что-то новое, а сохранить то, что мы имеем, да, и показать в наилучшем виде. То есть вот здесь вы видите и блеск ниток, и очень тонкий рисунок, вот лицо, да, сохранилось, локоны, пальчики, даже ноготочки на пальчиках. Тут все очень-очень красиво. Здесь только шелковые нити в ваших шпалерах или есть еще и шерстяные? Есть и шерстяные, конечно, нити. Вот розовый цвет – это в основном шерсть, бордюрость, сотканная шерсть. Голубое одеяние – это шелк в основном и металл. Ну, в данном случае это золото. Это вот накрученная, да, ниточка золотая или тонкая все-таки металлическая? Нет, это прядиная, прядиная серебряная нить и золоченая нить. То есть это сердцевина, есть шелковая нить, и дальше обвита тоненькой полосочкой металла в данном случае. То есть это настоящая металлическая нить. Здорово. Ну, и мы, конечно, не можем не обратить внимания, что у нас тут идет работа. Расскажите, что здесь реставрируется. Сейчас одну минуточку, я к вам подойду. Перед вами шпальером к маскарадным саням конца XVIII века. Это время Екатерины Великой. Маскарадные сани, как известно, были обязательным атрибутом различных русских гуляний XVIII века. Да, вот, как пример, одни маскарадные сани из собрания Государственного Эрмитажа. Эти сани изготавливались согласно тематике того или иного празднества, и, соответственно, атрибуты передавали изысканный вкус обладателей этих саней. Поэтому перед вами сейчас полость, выполненная из красного бархата и украшенная очень красивым серебряным голуном. Скажите, вот полость, это что, на нем сидели, на этом предмете или им укрывались? Для чего он использовался, его функция? Ну, использование могло быть таким различным. На нем можно было как сидеть, так можно было и красиво укрыться. Так, да, и ваша задача заключается вот в данном случае. Что вы делаете? Уже была нами выполнена и на данный момент ведется укрепление. Вот в настоящий момент, значит, я укрепляю серебряный голун. Смотрите, какие тоненькие иголочки, какие тончайшие ниточки. Да. Да, невероятно. Спасибо большое, очень интересно. Ниточку вы можете подержать в руках. Вот то, что говорила, да? Ой, она действительно тончайшая. Она прочная, тонкая и, в общем, незаметная в данном случае. Хотя иногда подчас нужно заметной. Как волосиночка. Есть объекты, для которых нужно использовать, это синтетическая нить, и поэтому она очень прочная. Иногда мы используем шелковую нить, когда мы окрашиваем шелковую ткань прозрачную в нужный цвет, а потом на ниточке ее раздергиваем, чтобы получить вот эту самую тончайшую нить. Но она, правда, не для любой работы годится, конечно же. Вот такая есть практика. У нас, надо вам показать, будет большое количество ниток, которые есть у нас. Да, давайте, да. Я вижу уже вот в ящиках. Ну, мы сейчас постепенно пройдем, наверное, сделаем круг. Вот эти ниточки промышленного производства, естественно, они для технических нужд используются в большей степени. То есть у нас нитки, это наш основной, наверное, рабочий инструмент. Да, да. Да, давайте, давайте. Ну, в данном случае шпалеры здесь лежат те же самые небольшие, подготовленные для работы дальнейшей, для водной очистки. Вот одна из шпалерок, да, один из фрагментов. Он подготовлен для того, чтобы приступить к водной очистке. Он не самый загрязненный, но тем не менее, если вот я сейчас отверну кусочек и покажу вам, вы увидите подлинные цвета, да, какие они были изначально. Да. Цвет мы вернуть, конечно, не сможем, но мы его немножко оживим. То есть мы удалив загрязнение, подлинный цвет, изменившийся уже, но он всё-таки проявится, ну, как бы более станет насыщенным, и оттенки, сочетания, вот нюансы, они проступят. То есть мы всё-таки приблизим восприятие первоначальное. Может быть, оно будет не полностью таким, как, да, то есть яркость не ясная, не сможем вернуть, к сожалению. Хотя вот эти шпалеры, они, надо сказать, испытывали на себе самые разные эксперименты. То есть их пытались подновить, их пытались сделать ярче, а что для этого сделать? Можно покрасить сверху. Красить, да. И это тоже вам мешает, да? Ну, это мы должны удалять. Это мы должны удалять и испытывать некие сложности, конечно. Сейчас покажу следующий объект, который, допустим, как раз будет, смотрите, вот видите, тут тоже дама. Это, естественно, до реставрации. Тоже, если, ну, она очень загрязнена, тут нет большой разницы в цвете лицевой и знаночной стороны. Вот у этого объекта была подкладочка, когда он был с кульчиком, а здесь не было. Вы видите разрывы, здесь есть грубые штопки. На самом деле, когда мы их уберем и состыкуем, вот это все сойдется. Ну, надо же. Да, то есть этот рисунок, вот он здесь, сборочку, мы его разгладим. Но, кроме того, здесь еще есть значительные внедрения красочные. То есть вот эти небольшие пятнышки, если так рассмотрите, да, но это капли краски. То есть здесь вы окрашивали синей краской и красной краской. Ну, такой бордовый и синий-зеленый, очень насыщенный. Когда мы эти объекты моем, то вода у нас просто невообразимого цвета первая. Но все-таки краска водорастворимая, смывая. Вот, кстати, можно ли задать вам вопрос, чем вы моете шпалеры, какими средствами? Ну, мы моем, у нас есть несколько вариантов. Есть эстетическое моющее средство, есть натуральное моющее средство. Все они рекомендованы нашими химиками, нашей химической лабораторией уже много лет назад. Ну, мы по-прежнему исследуем современные возможности, что выпускает химическая промышленность. Но все равно по-прежнему мы такие, знаете, консерваторы. Вот, в своей основе. Поэтому если мы наблюдаем объект, который помыли 20 лет назад, 30 лет назад, этим средством, все хорошо, то мы и сегодня его используем. В общем, без боязни. Всегда, конечно, мы делаем пробы на очистку, как поведет себя ткань, то есть как поведет себя вышивка, ниточка. То есть делаются небольшие пробы, мы проверяем, течет, краситель не течет, идет ли очищение и так далее должным образом. И только после этого уже приступаем к работе с объектом. Вот это я уже показывала. Ну, вот у нас есть ваза, вот так красиво солнце осветило. Да, на солнце просто все сразу. Естественное такое освещение. Вот этот фрагмент уже прошел полную реставрацию, полный комплекс. То есть он был и очищен от грязи, высушен, расправлен, восполнены небольшие утраты аналогичным материалом, такой же ниточкой. То есть рисунок создается за счет переплетения нити. Основы, которые одинаковые, гладкие, и в данном случае они горизонтально расположены сейчас перед нами. И цветные, разноцветные нити утка. Это и шерстяные, и шелковые. В данном случае мы еще используем иногда хлопковую нить, мерселизованную, блестящую. Она достаточно блестящая, но не такая яркая, как современный шелк. И блеск у него такой приглушенный, поэтому очень подходит для именно реставрации. То есть мы восполняли небольшие, маскировали утраты. Вот как раз можно посмотреть немножко вот здесь вот этот кусочек поближе. Вот тут черный цвет, он был утрачен в ниточке, в большей части. И вот у нас даже Дарья реставрировала, как раз восполняла в той же самой технике, иголочкой перевивала нити основы. В общем, шелаш поляра, можно так сказать. А вот еще кусочек, который предстоит сделать, да, можно вот аналогичный. Ух, тоже на солнце все так сияет. Он еще пока не прошел очистку. Вот, что Даша удалила подкладку, которая была, да, использована. Это тоже понятно, что это стульчик был когда-то, сидение у стульчика. Да, по форме очень хорошо видно. По форме, да, вырезано, да. Вот, маленькие заплаточки, которые использовались для вот, самые разные кусочки. Это тоже кусочки, вполне возможно, этой самой, да, мы праздление можем найти. Да, да, да. Вот этому надо найти место кусочку, да, то есть вот он, вот он. Это такой цветочек, только там где-то с другой стороны может быть. Значит, и вот что сделано. Здесь обработаны, зафиксированы края утрат, потому что в воде, намокая, ткань становится более тяжелой, более хрупкой и возможны механические повреждения, да. То есть даже при очень аккуратном, убережном отношении все равно возможны какие-то утраты. Чтобы этого избежать, мы, конечно, фиксируем страховочными стежками края, плюс еще дополнительно сетку используем и сверху, и снизу. Ну, там есть разные всякие хитрости и тонкости, о которых сейчас говорить не буду, уже они уже очень тонкие. Но вы можете видеть пятно, да, чернильное, это вот как раз след окрашивания. Здесь тоже присутствует краситель, но не так много его, но тем не менее он есть достаточно, и с ним придется побороться. Если, опять же, перевернуть крайчик, то можно увидеть насыщенность цвета, да, какая она была. Да, совсем другая. Кажется, что и так достаточно ярко, но когда мы видим изнанку, то, конечно, становится совсем по-другому. Так и это чернильное пятно вы уберете? Мы постараемся его ослабить, поскольку здесь, видите, оно сквозное, оно уже есть на оборотной стороне. То есть краситель прошел насквозь, пропитал уже химические связи, прервать достаточно сложно. Выводя пятно, можно получить другое пятно. То есть краситель уберем, обесцветим полностью нитку. Этого делать уже не стоит, уже опыт наш подсказывает, что лучше ослабить пятно, но не делать его, как бы, сделать его совсем, ну, малозаметным, скажем так. Насколько тонкая у вас работа, действительно. Но я смотрю, что помимо вот таких вот маленьких фрагментов больших вещей, занимаетесь вы и вот такими небольшими вещами. Расскажите, пожалуйста, что это за предмет такой и что вы делаете конкретно? Перед нами парадный кивер «Камер казака». Это особые казаки, которые находились как телохранители российских императриц. Это конец 19 века, скорее всего, при Александре Федоровне. Мне только приступило к работе, то есть тут было в суху очищено пулевое загрязнение. Как мы видим, очень большие повреждения сукна, большие повреждения меха, каракуль, плюс повреждения металла. Вот, пожалуйста, коррозия, пересохшая кожа. Ну, я вот попробовала развязать очень старый узел, все получилось, все хорошо. И таким образом я смогу подбраться изнутри и восполнить вот эти вот утраты сукна. Потрясающе, спасибо большое. Но вы вот только над сукном будете работать, да? Нет, нет. А что касается меха, например? Мех тоже будет восполнен, подобран, похожий. Все, что можно, будет укреплено и вырезано фигурно, и будут вставочки сделаны. И плюс также будет очищен металл, золотой галун, и все заблестит. Как раньше. Очень здорово. Спасибо большое. Хочу добавить еще, здесь видите, деформация явная головного убора, да? То есть еще предстоит деформацию эту убрать, да? То есть восстановить форму первоначальную. То есть процесс достаточно длительный, но тем не менее, это уже не первый объект, с которым работает Даша, уже один головной убор она сделала, поэтому у нее есть шанс быстро закончить. Вот, ну что еще? Хотели посмотреть на наши ниточки, да? Вот они у нас есть. То есть это нитки промышленного производства и промышленной окраски. Кроме того, мы делаем очень много, красим свои сами. У нас есть химическая лаборатория для окраски. Ну и промышленные, я не знаю, смотрите там, показать, потом показать. Пойдемте, да, зайдем сюда и закончим как раз на ниточках. Мы уже завершаем нашу экскурсию, но не можем обойти стороной вот такую техническую пока что зону, да? Здесь, возможно, тоже будет стационарно как-то работать, да? Ну, конечно, это зона для как раз грязной очистки, да? То есть вещи сначала поступают сюда, мы здесь работаем с ними, когда они очень сильно загрязнены. У нас есть небольшая ванна, кювета, в которой мы можем проводить очистку. Вот эти маленькие шпалерки моем мы как раз, фрагменты мы моем как раз в этой ванне. Она сделана по нашему заказу, и, в общем, наши все требования здесь воплощены наилучшим образом. Она сделана из такой материала, искусственный камень, да, который, наверное, всем хорошо знаком. У нее есть теплый пол монтированный, поэтому мы можем создать определенную температуру раствора и выдержать там объект, если это нужно, иногда это очень нужно, помогает, и провести промывку. Вот, то есть, ну, здесь у нас, скажем, такая еще тоже, я уже говорила, не все оснащение еще в полном мере присутствует. Ну, уже, конечно, очень здорово, потому что... Ну, уже очень многое сделано. Да, действительно, это новые помещения, и они могут быть оборудованы уже так, как вам сейчас это нужно. Это очень хорошо. Они не приспособленные, а задуманные, да, это, в общем, очень важно. Ну, и возвращаясь к теме костюма, да, вот у нас здесь есть костюм, который мы тоже хотели бы показать. Расскажите о нем, что ему предстоит. Что, что, ну, предстоит большая работа, вот, и это кафтан Петра Первого. Вы знаете, что у нас через два года будет юбилей, 350 лет, со дня рождения Петра. Ему будет посвящено много выставок, и здесь в РХЦ будет открыта целая галерея костюмов. Ну, весь гардероб Петра Первого будет показан, а это большое количество предметов, более 300, по-моему, может быть, я ошибаюсь немножко. Мы отобрали, есть вещи, находящиеся в великолепном сохранности, естественно, их большинство. Есть вещи, которые прошли через руки реставраторов, не только нашего поколения, а двух предыдущих, то есть там все сделано. А вот этот объект, которому пока реставрация не доставалась, да, вот, его очередь пришла. Смотрите, это сукно, сукно, которое имеет, как говорится, молевые повреждения. То есть моль ела очень вкусный для себя объект. Видите, множество, то есть мы смотрим, что это почти кружево. Получилось сквозь утраты просвечивает подклад или подворот, да? Или подворот, да. А еще, смотрите, как красиво здесь внутри искусственный шелковый мех. Знаете, он тоже, он был достаточно яркий, не красный, а насыщенно розовый. Видите, вот раз. А, то есть он был окрашен? Конечно, конечно. Он изменил свой цвет под действием грязи, прежде всего. И грязи, и ткани очень боятся света. Почему в музее всегда на экспозициях текстильных приглушенный свет? Иногда посетители говорят, почему вот так вот не рассмотреть, включите поярче? А ярче нельзя, потому что дальше идет разрушение. Вот здесь мы всегда можем увидеть подлинный цвет. Вот, смотрите, да, я подняла клапан, и вы видите, какой был коричневый раньше, да? Вот куда свет не попадал. Грязью, конечно, пропитан в данном случае весь объект. То есть тут все нуждается в очистке. Металлические, не металлические, а деревянные пуговицы оплетенные шелковой нитью и металлической нитью. Но металлическая нить здесь окислена, она темная, она должна быть блестящая. И шелк блестит, в данном случае металл блестит. Но мы попробуем вернуть этот блеск. Так, а что с молевыми повреждениями вы будете делать? А это будет то же самое, вот как то, что на кивере показывало, небольшой относительно этого объекта, да, дырочку? Ну да, здесь просто их очень много. Здесь будет проведена очистка и будет проведено укрепление методом инкрустации. То есть будет окрашено сукно, ну, после того, как все ткани будут очищены, будет окрашено сукно, вырезано по форме утраты каждой. Ну, очень маленькие утраты можно будет, наверное, стянуть ниточкой, это реставратор уже посмотрит. Будет опытный реставратор заниматься маститой этим объектом. Ставлены будут кусочки фрагмента сукна. И дальше они будут шиты вот этой самой тонкой незаметной нитью, так, чтобы, ну, как бы, как в Золушке, да, в вашем месте? Невероятная работа, невероятная. Вот, ну, так, ну, это интересно, чем сложнее, тем на самом деле привлекательнее для реставратора работа. Хотя она, конечно, потребует много времени, поэтому вот два года есть, но и таких объектов немало. Да, ну что же, спасибо большое, давайте все-таки дойдем, посмотрим на коллекцию. Хотите оборотить? Не надо? Можно так вот. А давайте с другой стороны посмотрим, это всегда интересно. В музее редко, когда можно посмотреть, не только, да, сегодня у нас и изнанка, и тыльная сторона. Спасибо большое. Марина Владимировна, а вот это что, пока мы проходим мимо? Это столы, которые тоже делаются для нас по нашему заказу, реставраторами мебели. Владимир Александрович Градов, да, последний его объект для нас. Это столы, световые столы, то есть у нас иногда нужно работать с, ну, подсветку не буду сейчас включать, да, но на самом деле, видите, там монтирована светодиодная лента, поэтому мы, когда включаем, то можно работать и с водой с небольшим количеством, и со светом, если это нужно, то есть вот. А вода для чего? Иногда нужно промыть не в ванне, а использовать тампонирование, да, то есть как мы моем, это не значит, что мы в тазик опускаем. Мы, естественно, раскладываем на плоскости, берем тампончик, губочку, растворчик, и многократно сначала там, допустим, с мылом, потом просто с чистой водой обрабатываем объект. Их достаточно много. Ну вот секреты раскрыли нам немножечко работники, сотрудники лаборатории реставрации ткани, и вот тоже заслуживает внимания такая великолепная раскладка ниток и хранения. Нитки разложены по своим цветам, да, то есть, так, там уже закончили, в другую сторону, наверное, стоит. Ну, это те нитки, которые мы используем в готовом виде. Еще, я говорил, у нас есть отдельная лаборатория, но это, наверное, сюжет отдельный. Занимаемся окрашиванием материалов и тканей, и нитей, и, в общем. Уже непосредственно под те цвета, которые вам конкретно нужны. Да, то есть, те нюансы, которые, да, то есть, они, и здесь их много, но, как выясняется, когда прикладываешь к объекту, понимаешь, что нет, чуть-чуть холоднее, чуть-чуть теплее, чуть-чуть рыжее и так далее. И уже дальше идет процесс творчества. Потому что, конечно, ткани меняются. И там, может быть, с одной стороны светлее, здесь темнее, и надо подобрать даже на одном предмете, подобрать множество разных материалов, чтобы они органично сочетались, были незаметны на самом деле. Ну вот, когда это удается, мы рады. Невероятно. Спасибо вам большое. Такая тонкая, деликатная, действительно волшебная работа, которую незаметно простой публике. Вы нас познакомили с ней достаточно подробно. Большое спасибо. Если какие-то будут в комментариях вопросы, мы будем стараться на них отвечать. Будем отвечать по мере возможностей, конечно. Спасибо большое, дорогие зрители. Мы с вами были в лаборатории научной реставрации тканей фонда-хранилища Государственного Эрмитажа Старой Деревни. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok